Продолжение следует... Начали. Вот лично для вас где есть грань, черта между журналистикой и пропагандой? Ну, то, что я вижу по телевизору, опять же, это чистая пропаганда. И вот как я, например, Владимира Славьева сказал, что вот был журналист, а стал пропагандист. Все-таки журналист, вообще, мне кажется, любой человек, ну, мы говорим о журналистике, должен быть внутренне свободен. Он не должен работать на заказ. Я понимаю, что я, может быть, идеализирую, но я так стараюсь работать. Даже если это твой работодатель, вот мой работодатель. Даже если он, мой работодатель, мне скажет, вот пиши так и так, я так не думаю и писать так не смогу. Ну, не потому что вы сейчас в студии, а потому что я как читателю сегодня доверяю Московскому Самольцу, ну, так скажем, на 90%, ну, очень высокий уровень доверия к вашей газете, потому что я вижу разные мнения там. А для меня это очень важно. Да, ну вот, и вот эта работа на заказ для меня, она исключается. То есть для журналистов, если человек хочет все-таки остаться в профессии, он не должен работать на заказ, и он должен быть свободен. Причем, опять же, здесь может быть общественный заказ как со стороны вроде бы провластных структур, от которых надо быть, безусловно, в стороне и на дистанции, и критически смотреть на эту власть, безусловно. Так и со стороны так называемой демократической общественности. Это не менее бывает жесткий диктат в общественном мнении. И я стараюсь быть на дистанции и от тех, и от других, и быть критичным, если это того, если я так думаю, если это того стоит, что называется, то и по отношению к власти, но и по отношению к диктату другой стороны. И за это я, что называется, получаю и от тех, и от других, и я радуюсь, что это так. Это журналистская удача. — Да, да, да. Вот. Поэтому я говорю, извините, через себя, но это вот от кого же, от чьего лица мне говорить, я стараюсь, да, оставаться журналистом. А пропагандист, да, вот он получает заказ, и дальше он сам решает, ну да, наверное, телевидение, люди хорошо зарабатывают, и вот у человека семья, и он, наверное, вот у него выбор всегда есть. Вот ты говоришь, ты говоришь не то, что ты думаешь, но ты остаешься вот на этом канале и имеешь эту хорошую зарплату. — В обойне. — Да, и в обойне. Или ты все-таки не говоришь, что ты думаешь, либо ты борешься внутри этой системы. Это не просто на телевидении, безусловно. Скажем, вот был такой интересный ведущий Алексей Пивоваров на канале НТВ, и мы видели, как он боролся. Но и он ушел с канала, на развлекательный канал СТС, там делают еще интернет-проекты. То есть он боролся, что называется, до последнего. И мы можем говорить о других людях, которые вот уходят с телевидения в этом случае. — А вот интересный ведущий Андрей Норкин пришел. — Да, да, да. — Он же очень... — Ну, кстати, Олег Норкин... — Профессиональный, либеральный журналист. — Вы знаете, вот Украина, она как-то корректирует всю эту ситуацию. И вот вчера ты профессиональный и либеральный журналист. Сегодня, опять же, это твои взгляды. Он, знаете, как, ну, скажем, Эдуард Лимонов. Ну, он был дом персонала Новграда, естественно, телевидение. А теперь его приглашают и в специальный корреспондент, и на другие форматы. Пожалуйста. Потому что мы можем сказать, что либо его просто позиция совпала с властью, и власть... Он, кстати, всегда... Он был империалистом всегда, и был сидел в тюрьме за то, что там его люди, и он, так сказать, это организовал. В Казахстане они просто там заняли вышку и так далее. И вот это все... За это он и сидел. То есть он такой империалист всегда был. И вот то, что произошло с Крымом и сейчас на Донбассе, это его естественная позиция. Но он здесь замкнулся с властью. Можно сказать, что власть вот догнала его. А другие говорят, нет, он теперь отрабатывает вот эти властные какие-то гранты. Я не думаю. Эдуард Лимонов, мне кажется, бескорыстный человек. Но видеть его вот в такой компании на этом телевидении, мне кажется, ну, не то, что слово позорное, оно неправильное. Но вот он теперь там. И его используют, конечно. Он говорит, ну, я так думаю, и он прав. Другой вопрос. А ходить ли вот на такое телевидение? Это ему решать, безусловно. Как Сергею Шургунову, как и Захар Пелевен. Спасибо. Просто, понимаете, уважая каждого из этих людей, просто вот тот антураж, которому они оказываются, мне кажется, он не очень пристойный. Мне так кажется. Ну, если они считают, что они, ведь они туда идут, значит, для них это приемлемо и нормально. Они так думают. Я просто говорю, что и Сергей Шургунов, ну, все эти как бы бывшие лимоновцы, получается, да, Шургунов там был тоже и Прилепин. Вот. Они так думают. Это их право. Но вот так засвечиваются вот в этом пропагандистском формате, имея рядом слева Жириновского, там справа Зюганова или еще кого-то, которые, так сказать, вместе в одну дуду кричат. В одну команду с пропагандистами. Да, 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 в эту команду переходя. Ну, это, опять же, они решают для себя. Поэтому. Ну, у них хорошая возможность высказать свои мысли, да? Ну, просто, понимаете, Олег, теперь, значит, они в тренде. Теперь они, что называется, в большинстве. А вот, извините, моя позиция, ну, мне неинтересно быть в большинстве. Другое дело, ну, значит, что же ты специально, вот, если большинство думает так, и ты так думаешь, ты должен специально думать по-другому. Как говорил Бродский про Евтушенко, если Евтушенко против кого-то, то я за, да, в данном случае, да. Вот так, наверное, не стоит, но в то же время вот быть с этим большинством. Он, как говорил в свое время Юрий Афанасьев на съезде народного спорта, агрессивно-послушным. Это продолжает вот этот формат, агрессивно, послушным большинством. Быть в этом большинстве, ну, мне кажется, не очень хорошо. Но, опять же, это решают эти конкретные люди. Я, опять же, уважаю их позицию. Но вот быть на этом пропагандистом телевидении, я считаю, ну, не то, что стыдноват. Я не хочу бросать слова, Олег, но вот я это не принимаю. Как журналист? Да, как журналист, и по-человечески, в общем-то, тоже. Лучше быть, скажем, господин, вот как господин Радзиховский, тоже интересно. Он же в свое время вел там программу на канале России. А его обвиняли, когда он выходил к Суркову, якобы, на консультации. Никакие консультации, да, он бывший политтехнолог, но теперь это не так. Просто ему как журналисту уже. Вот он как раз из, ну, в чем-то пропагандиста стал журналистом. И он ходил уже к Суркову в последнее время, как журналист, которому интересно, и этот человек, и то, что он скажет. А дальше он делал свои выводы, потому что он свободный человек, я в этом убежден. И его перестали приглашать на телевидение, на государственные каналы и не государственные каналы. Вот. Довольно интересные, я говорю, здесь метаморфозы. Да, что касается господина Норкин, о котором вы спросили, Олег, вы знаете, мне кажется, это приличный человек, как был, так и остался. Но вот его тоже, у него такие взгляды. Дальше уже момент, как ты делаешь свою работу. Вот у них там появилась новая информационная программа с элементами ток-шоу. И там господин Норкин в большей степени, как мне кажется, пропагандистки выглядит, и формат такой пропагандистки. Но вот его программа «Список Норкина», может быть, она не очень этична по звучанию, потому что мы знаем, какие ассоциации возникают с фильмом «Список Шиндлера». Не очень может быть точным. Но, тем не менее, смотрите, вот да, был приглашен Гозман и другие люди. То есть имитация, может быть, дискуссии, но она есть. Может быть, это предел возможного на сегодняшний телевидении. И мы видим, как господин Норкин, да, там, может быть, виляет в чем-то. И он должен так или иначе, и это его позиция, отстаивать провластную точку зрения на ту же Украину. Но все-таки у него есть некие, как мне кажется, принципы журналистские, которые не позволяют ему быть совсем там, на той стороне. И поэтому все-таки эта программа еще журналистка, ее смотреть может, в отличие от программы Соловьева. И поэтому я ее буду смотреть. Другое дело, опять же, вот я писал по этому поводу, когда Сурков ушел в отставку. А Сурков занимался телевидением. И при Суркове были эти черные списки, когда не допускались многие люди. Хотя вот потом, когда Сурков ушел в отставку, многие как-то плакали. Причем как либералы, так и уж не говоря о других, что вот такой тонкий человек, вот уж как же мы будем без него, говорили Доренко. Господин Доренко, господин Сванидзе, господин Соловьев, вот такие разные люди. Они как-то вот, в общем-то, в трау родили по господину Суркову. И пришел господин Володин. Казалось бы, более простой человек. Но, когда он пришел во время вот этих митингов на Болотной, на Сахарова, на телевидении, мы увидели все-таки вдруг, стали допускать оппозицию. Это очень был тонкий ход. Появился Владимир Рыжков, тот же Борис Немцов, тот же Сергей Пархоненко, другие люди. Но как их позиционировать, это очень интересно. То есть, господин Володин, хотел он того или нет, но сыграл гораздо тоньше Суркова. Да, в чем-то там был, ну, не цензура даже, а то, что называется монтаж. То есть, немножечко там спрямили тех людей. То есть, потому что это был не прямой эфир и все. Но в основном им дали, казалось бы, выговориться. И люди увидели, что им особо часто бывает нечего сказать. И вот я видел, как господин Рыжков, который сейчас допущен на телевидении, слава богу, это замечательно, мне кажется, человек очень интересный, мыслящий и свободный. Вот была бы такая программа историческая, один из которых ведущий был Сергей Кургинян, если вы помните, суд времени. И там господин Рыжков впервые, после долгой перерыва, допустили в эфир, он там хамил господину Кургиняну. Это он выглядел совершенно не комильфо, потому что, ну, пожилому человеку вот так хамить зачем? И, наверное, он потом понял, он сделал работу над ошибками, Рыжков. И просто когда люди увидели вот этого оппозиционера, который так разговаривает с человеком, который гораздо старше его, ну, это не в плюс, это гораздо, это в минус. Оппозиция от этого потеряет. И так другие многие тоже. Вот, но потом, когда он был уже, кстати, в программе Славьёва, тогда ещё, когда была программа «Поединок», он выглядел уже по-другому. Он выглядел убедительно, спокойно. Вот, это всё очень интересно, мы видим, как мимикрируют эти... Козырь власти уже не давал своим поведение. Да, да, здесь надо быть критичным к самому себе, прежде всего. Да, то, что касается того же Андрея Науркина, лично у меня степень доверия к нему очень большая. И с тех пор, когда вот он на старом НТВ воевал с теми, кто пришёл его захватывать, это было на моих глазах. И как он себя вёл, Андрей, довольно-таки пока, в общем, говорил о том, что человек смелый, человек смелый, который перед властью не прогибается. Я надеюсь, что и сейчас он этого не сделает, но я всё-таки опасаюсь его смотреть, опасаюсь. Я потом не смотрю. Для меня Андрей Науркин – это блестящий сотрудник старого НТВ, Москвы, честный тренер России даже. Вы хотите остаться в неких иллюзиях? И всё-таки именно мы, как журналисты, должны посмотреть, что называется в правде в глаза, и смотреть, вот так человек работал раньше, и всё-таки посмотреть, как он работает сейчас. А вы хотите оставить в себе того самого замечательного Норкина. А может быть, он и сейчас замечательный. Посмотрите, Олег, по пятницам 23.20 побоевого на канале НТВ. Отвожусь обязательно. Да. И сделайте свои выводы. Это нормально. Что нам, так сказать, не надо жить в иллюзии. Понимаете? Люди меняются. Тем более нам, журналистам. Да, 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 абсолютно противопоказно. Противопоказно. Да, да. Противопоказно. Продолжение следует...